Всем прекрасного пятничного дня! Сегодня 20 апреля в студии Яна Попова и Иван Камельков. Всем привет! В эфире программа «Новый день» и сегодня вся страна отмечает Национальный день донора. В России он ежегодно отмечается именно 20 апреля, начиная с 2007 года. Вот уже 11 лет получается. Этот праздник в первую очередь посвящен людям, которые сдают кровь, их же называют доноры, во благо жизни и здоровья других людей. А также самим врачам, которые контролируют санитарное состояние станции переливания крови, разрабатывают новые методики, контролируют исправность аппаратуры. То есть это день, когда нужно быть благодарным как врачам, так и самим донорам. Нужно быть солидарным с тем, кто сдаёт кровь, и с теми людьми, которые её изучают и направляют в нужное русло. Поводом действительно для праздника послужило очень гуманное событие 20 апреля 1832 года. Молодой петербургский акушер Андрей Мартынович Вольф впервые успешно провёл переливание крови роженицы с акушерским кровотечением. Жизнь женщины была спасена благодаря грамотной работе врача и благодаря донорской крови мужа-пациентки. А сам день донора был учреждён 20 февраля в 2007 году на круглом столе, который был посвящён проблемам донорства и службы крови, состоявшимся в Государственной Думе Российской Федерации в память об этом первом переливании крови. Друзья, о донорстве и о многих других вопросах мы сегодня поговорим с нашим земляком Александром Шумиловым, экс-директором фонда «Город без наркотиков», который расскажет, как изменилась у него жизнь, когда он переехал в Екатеринбург, и поговорим также о вопросах донорства. Ну, а это будет, естественно, чуть позже, а пока передаём слово нашей Нике Кондратьевой, которая ведёт рубрику «Ну и денёк». Всем привет! На календаре 20 апреля, и вот что интересно. Считается, что в этот день самое время заняться поиском смысла жизни. Ну, тема очень философская и глубокая. Боюсь, даже целой передачи «Новый день» не хватило бы для того, чтобы разобраться, а в чём же смысл жизни и чему посвятить свои года. По традиции изучения архивных газет я увидела статью от 20 апреля 1989 года про Николая Мельникова. Так вышло, что эта статья натолкнула на движение теория о том, что жизнь нужно посвятить науке. Николай увлекался научно-технической литературой, в свободное время проводил библиотеки. И вот год назад, когда он учился на последнем курсе, родилась идея, которая официально признана изобретением. Через какое-то время Николаю пришёл конверт, а в нём авторское свидетельство на изобретение глобального способа ликвидации недостатка озона в атмосфере. Причём, когда оно пришло, сам Николай служил в армии. Какой разносторонний человек! И тут, и там успевает! А вот следующий мужчина, о котором статья от 1975 года, с головой погрузился в одно дело. Анатолий Селиванов на своих уроках физкультуры демонстрирует киноленты о тренировках больших спортсменов. Большинство кадров даётся в замедленном темпе, что даёт возможность детально разобрать физкультурные упражнения спортсменов. В перспективе будут отсняты фрагменты тренировки учеников школы номер 36 с последующим разбором ошибок и тонкостей. Я сама училась в школе номер 36, и никто, к сожалению, нам фильмы не показывал. Конечно, столько лет прошло, всё уже давно изменилось. Ну ладно, вернёмся к вопросу смысла жизни. Кто-то посвящает себя открытиям и науке, кто-то работе, а кто-то, конечно, отдаёт предпочтение созданию семьи. Огромная радость пришла в семью Карнауховых. У них родился шестой ребёнок, сын Илья. Вера и Георгий, родители новорождённого, 17 лет, живут в браке. Отдел ЗАГСа устроил праздник для родителей многодетной семьи и вручил памятную медаль родившемуся в Ангарске. Вывод таков. Жизнь у всех разная, и каждый сам вкладывает в неё свой смысл. Нет правил и шаблонов. Живите так, как посчитаете нужным. Главное, чтобы вы оставили след в истории или в чьих-то сердцах. Пожалуй, такими красивыми словами и закончу рубрику «Ноединёк». Всем хороших выходных. Увидимся в понедельник. Пока-пока. Наш выпуск сегодня посвящён донорам. И вот какие цифры хочется озвучить. Ежегодно в России более полутора миллионов человек нуждаются в донорской крови. Только в одной Москве ежедневно требуется около 200 литров крови. И более 30% крови для переливания в Москву поступают из других регионов. Действительно, кровь и компоненты крови необходимы больным тяжёлых онкогематологических заболеваний, среди которых большинство – это дети. Препараты необходимы также женщинам в послеродовом периоде, пациентам, попавшим в трудные транспортные и дорожные происшествия, людям различных профессий, которые связаны с риском. Статистика свидетельствует, что в конце 90-х, начале 2000-х годов, при возникновении каких-то крупных дорожно-транспортных происшествий, террористических актов, техногенных катастроф и других каких-то происшествий, землетрясения, например, число доноров возрастало по сравнению с обычным днём в 10-15 раз. Врачам станции переливания крови даже приходилось ограничивать число доноров, чтобы позаботиться об их здоровье в будущем, потому что компоненты их крови могли понадобиться ещё и в последующем. Действительно, трагические события последних лет – взрыв в Московском метрополитене, взрыв в Санкт-Петербургском метрополитене, взрыв в аэропорту Домодедово и так далее, падение самолётов показали, что действительно доноров, которые хотят оказать поддержку пострадавшим, их достаточно много. И важно, друзья, понимать, что на случай чрезвычайной ситуации существует стратегический запас, донорский запас крови, запас эритроцитов, которые находятся в глубоком замороженном состоянии. Количество стратегических доз составляет от 3,5 до 5 тысяч единиц хранения. Кроме этого, хранится около 30 тонн свежезамороженной плазмы на разных этапах карантинного хранения. И всё же, одной из самых насущных проблем является сокращение доноров, как в регионах, так и в столице нашей Родины. И в течение последних лет проводятся различные мероприятия, направленные на активизацию донорского движения в России. Друзья, информации полезная достаточно много, поэтому будем её подавать порциями. И сейчас хотелось бы посмотреть новую рубрику «Новый день с World Class». Всё, внимание на экран. Друзья, всем привет! Меня зовут Ирина, я тренер World Class. И сегодня я вам представлю короткий фрагмент одной из самых мощных, самых высокоинтенсивных тренировок «Лосминс» – это RPM. Тренировка на велотренажёрах проходит 45 минут, интервальная. Постоянно меняем темпы, едем на разном сопротивлении. Направлено прежде всего на повышение общей выносливости, скоростной выносливости. Ну и, конечно, на жиросжигание. В общем, всем, кто хочет похудеть лету, к лету – welcome. Едем в горы. В этом третьем анализе – устарение на сопротивление. Руки в середине рулят, спину прямо. Мышцы голота тоже. Сопротивление уже почти пауэр-клим. Оноше сопротивление. Тянемся вверх. Вниз. Попа. Четыре. Вниз. Вверх. Стэм. Растём. Причастное подчемление. Добавим. И нет. Медленно. Медленно. Максимальная скорость. Крутим, крутим, крутим. Крутим, крутим. Пуются. Крутим. 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 Поехали. В центр. Вниз. Вправь. Еще быстрее. Отлично поработали. Отдыхаем. Друзья, большое спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам понравилась наша супертренировка. С вами была Ирина Киселева. Ждем вас в спортклассе. Действительно, очень много мероприятий проводятся по поляризации донорского движения. Так, в недавнем времени была разработана большая федеральная программа по развитию службы крови, которая в основном занимается модернизацией системы региональной службы крови. А вот с 2012 года в нашей стране действует федеральный закон о донорстве крови и ее компонентов, согласно которому в России поощряется безвозмездная сдача крови, то есть добровольческая сдача крови. Добровольцы могут рассчитывать только на бесплатный обед и какое-то элементарное поощрение в виде шоколадки. Также несколько сократился список льгот, предоставляемых донором, но это не коснулось почетных доноров, правда, поэтому сегодня все желающие могут сдавать кровь. Кстати говоря, почетным донором России считаются люди, которые сдали за свою жизнь 40 раз свою кровь, или ее компоненты, или 60 раз они сдали плазму. Вообще это достойно. Кроме значка почетный донор, почетные доноры, опять же, могут рассчитывать на ежегодный отпуск в любое время, согласно трудовому законодательству, получение медпомощи вне очереди в госучреждениях и право приобретения путевок в санатории по месту работы или учебы. Ежегодные выплаты донорам увеличены в полтора раза и индексируются согласно уровню инфляции. А если мы будем сегодня говорить про сам праздник, национальный день донора, то во многих российских городах сегодня традиционно проходят различные мероприятия, это пресс-конференции, выставки, акции с участием медицинских работников, представителей власти, почетных доноров, в конце концов, общественности и СМИ, направленные на освещение проблем, связанных с донорским движением. И, конечно же, в этот день медицинские центры и станции переливания крови принимает огромное количество желающих, которые хотят. Кто-то впервые хочет стать донором, кто-то уже делает это по традиции. А вот в ангарской станции переливания крови сегодня тоже наверняка очень много народу. Согласна. Пока прервемся, дальше продолжим разговаривать про другие достоинства доноров и про то, что такое донорство в принципе. Сейчас рубрика «Гороскоп» на ваших экранах. Гороскоп на 21 апреля Овен. Вот-вот должно произойти какое-то крупное событие, и поэтому весь день вам придется провести в ожидании. Телец. Прежде чем разворачивать парус, проверьте направление и силу ветра. Близнецы. Поговорите с кем-нибудь о том, что вас беспокоит. Возможно, вы получите неожиданную помощь. Рак. Чем меньше вы будете думать о себе, тем легче пройдет этот день. Угодить другим, как ни странно, проще, чем самому себе. Лев. Вы будете подобны вихрю, плохо понимающему, куда он собственно несется, но чрезвычайно мощному. Дело. Чем больше мелких подробностей по интересующему вас вопросу вы накопаете, тем труднее вам будет его осмыслить. Весы. Постарайтесь закончить все начатые дела. Впереди множество открытий и новых идей. Скорпион. В этот день вы можете позволить себе расслабиться и сгнать ощущение недоверия кому бы то ни было. Стрелец. Обстоятельства дня напомнят вам о существовании друзей и о том, насколько они вам нужны. Козирог. По возможности не давайте никаких обещаний и не берите на себя повышенных обязательств. Водолей. День будет наполнен различными соблазнами и нужно четко понимать, что вы можете себе позволить, а где стоит сказать нет. Рыбы. Готовьтесь к сюрпризам. Чувствую, этот день будет наполнен интересными событиями и неожиданными поворотами. Сегодня в России отмечается Национальный день донора. И, пользуясь случаем, хочется поздравить от всей души нашу коллегу, ведущую корреспондента программы «Местное время», несменную ведущую рубрики «Здравствуй, мама» Евгению Шильникову. Женя уже много лет сдает кровь. И, кстати говоря, все новости станции переливания крови нашей местной тоже освещает наш коллега Евгения Шильникова. А также прекрасный ангарчанин Александр Бедов, много лет отдавший работе в телекомпании «Актис». Он инженер аппарата судейного комплекса. Саша, почетный донор. Да, вот где берет гордость. Ребят, поздравляем вас от всей души. Мы рады, что нам приходится работать с такими людьми. Очень круто. Огромное уважение к этим людям, которые жертвуют, добровольно помогают всем окружающим. А также сегодня мы хотим поздравить Екатерину Керн, прекрасного кондитера, дважды гостью нашей передачи «Новый день». В прошлом году Екатерина Керн стала обладательницей диплома и презента от нашей программы, как самый лучший гость прошлого сезона. Да, вот такие вот у нас гости, вот такие вот у нас сотрудники, чем мы гордимся. И думаем, что в Ангарске очень много человек, которые сдают кровь, и что очень почетно, особенно в этот день хочется поздравить всех доноров, которые живут в Ангарске и в Иркутской области. Я присоединяюсь к поздравлениям. Наверняка уже пора встретить нашего гостя, человека, который сделал для города Ангарск очень многое. Сделал все, чтобы наркомания и Ангарск не были синонимами. Это Александр Шумилов, экс-директор фонда «Город без наркотиков». Давайте его встречать в нашей студии. У нас в гостях Александр Шумилов, экс-руководитель Ангарского фонда «Город без наркотиков», а ныне помощник главы города Екатеринбурга. Здравствуйте. Здравствуйте. Саш, расскажи, по городу не скучаешь, честно? Да, ну, честно, конечно, скучаю. Я здесь всю жизнь прожил, хотя для меня Екатеринбург считается вторым родным городом. Я там часто уезжал туда и жил там с какой-то периодичностью. Но все равно Ангарск родной город, меня мама здесь за ручку водила, ну, как говорит классик. Вот, поэтому, конечно, скучаю. И по городу, даже не по городу, по людям. Почему вообще Екатеринбург? Екатеринбург, ну, смотрите, на самом деле было же как фонд «Город без наркотиков» родился в Екатеринбурге в 99-м году. И по стране стали появляться такие же фонды наподобие Екатеринбургского. А мы с Ройсманом с 2005 года, Ройсман его организовал, мы с ним с 2005 года друзья. И когда он ушел в мэры Екатеринбурга, то есть в Екатеринбурге, этим стали заниматься другие люди, там возник конфликт. И в 2016 году меня позвали в Екатеринбург возглавить проект «Страна без наркотиков». Здесь наш фонд продолжил работать, а я уехал туда. Но жизнь вносит свои коррективы. Там планировали участвовать в губернаторских выборах, ну, Евгений Владимирович планировал участвовать в губернаторских выборах. И так получилось, что я стал помощником главы города Екатеринбурга и на себя взял юридические вопросы, то есть я там решаю. Занимаюсь, есть фонд Ройсмана, который, это не «Страна без наркотиков», фонд Ройсмана, они организовали первый хоспис в Екатеринбурге. Благотворительный хоспис. То есть и содержит хоспис, строили хоспис, ну, вот решаю юридические вопросы. Ну, то есть я в основном обязанности у меня помощник. Ну, я не видел ничего в жизни, кроме наркоманов и наркотиков, и барыг. Ну, может, стоит уже отдохнуть от этого. Ты все равно следишь за новостями Ангарска, за тем, как работает наш ангарский фонд. Ян, смотри, вот это же мое, это мое, да. И парни ко мне приезжают, и Скоробогатов Андрей, и Болгов Андрей в Екатеринбург приезжают. И я постоянно новости смотрю, как идет работа. Самое главное, что мне нравится, что получилась организация, причем Ангарский фонд «Город без наркотиков», он сейчас единственный в стране, который работает вот в тех рамках и в том направлении, которое было изначально задумано. То есть не берет ни у кого денег, государственных денег, бюджетных денег не берет, никому не подчиняется. И это, можно сказать, буфер между правоохранительными органами и населением. То есть существует обратная связь. С моим уходом ушел и весь негатив, который был накоплен в фонде «Город без наркотиков». А без него никак нельзя, потому что всегда, когда ты работаешь по-честному, ты заходишь с кем-то в конфликт. То есть мы постоянно были с кем-то в конфликте, с наркоторговцами. Ну, с ними понятно, что будешь в конфликте. Из-за книги там у меня был… С органами. Да, с госнаркоконтролем. Смотрите, госнаркоконтроля нет, а фонд «Город без наркотиков» есть. Тоже хорошо. Причем совпадение было такое, да. Я взял книгу мою запрещенную, о ней нельзя же говорить вслух, запрещенную книгу и отправил в президенту. И написал, Владимир Владимирович, жму руку. Мне приходит ответ. Ваша книга поступила в библиотеку президента для дальнейшего разбора. Через месяц закрыли госнаркоконтроль. Совпадение. Я думаю… Совпадение, но зато прикольное совпадение. Прикольно. Как бы грустно не было, наверное, кому-то, но есть в этом дали юмора. Саш, ну и тогда возвращаемся к Екатеринбургу. Город как в целом нравится? Тебе все-таки третий по величине, вот выяснили, многие кто знает, это столица, третья столица страны, да, столица Урала. Красивый ли город? Я проехал по области, я проехал там по соседним областям. Пермь, Челябинск, ну вот который Тюмень, Екатеринбург выгоднее отличается. Ну, Тюмень красивый город, но выгоднее отличается и от Тюмени, и от Челябинска, и тем более от Перми, от Кургана. Курган – это вообще какой-то депрессивный город. Так, наличие больших производств металлургических – это значит, ну, наличие в городе денег. Если Екатеринбург не дефицитный город, у него бюджет профицитный. Это 80% от бюджета области он дает. Ничего себе. Вот, то есть наличие в городе денег, ну, люди живут гораздо лучше, чем здесь, гораздо лучше, чем в Иркутске. Город открытый, город культурный, город красивый, а природа – нет. У нас гораздо все красивее. У нас богатая тайга. Да, у нас Саяны, Байкал, тайга, ну, вот поэтому я очень скучаю. Спортом не бросил заниматься? Ты же заядлый спортсмен. Ян, слушай, вот здесь очень интересная такая, знаешь, со спортом. Вчера пришел Сибиряк, и приятно, что все парни, тренера, ну, коллектив такой. А у меня со мной работал Секлетин Валерий Саныч. Он уехал к дочери, к Нерюму, и он со мной вот 7 лет работал индивидуально. И там, здесь я выполнил Ironman, то есть это для меня так, как бэкграунд, потому что я больше не хотел выполнять. И там пошел тоже заниматься боксом. Ну, вот уже не тот, ты уже тренер не тот, уже я к нему не могу подстроиться, уже лапы не так держат, все. И я ушел, думаю, попробую в кроссфит. Я ушел в кроссфит. Слушайте, ну, совершенно, совершенно, ну, другой вид физических нагрузок. Мне очень нравится. Правда, ладони постоянно разрухают. А так мне очень нравится. Ну, и вот сейчас я пойду сюда, в Атлант, там что-то меня... Ну, видишь, не теряет времени. Саша, помимо того, что сменил место жительства, сменил род деятельности, ты еще и не забывал заниматься творчеством. Принес свою книгу, расскажи про нее, пожалуйста. Пока она не запрещена, да? Да. А тоже о чем-то пророчит. Смотрите, нет. Никого-то после нее не закроют. На правах сама реклама, да. Из этой книжки такая, она вот, наверное, она дольше всех. Эта книга писалась дольше всех. Хотя она маленькая, небольшая, она писалась дольше всех. Это короткие истории из жизни, они про нас. То есть здесь каждый может найти себя. Там и про меня в том числе, и про моих друзей, которые найдут друг друга. Все фамилии изменены, имена изменены, но все найдут своих знакомых, либо узнают себя. Это книга в стиле гранж. Гранж, то есть это такой оторванный стиль, типа панк. Живь с помойки и умри молодым. И она, и там и картинки такие, и она так и задумывалась. Она строго 18+. Саша, ну у нас сегодня такая тема, национальный день донора, да. Как ты к этому относишься, сдавал ли когда-нибудь ты кровь? Смотрите, я отношусь к этому положительно, потому что ситуации бывают разные в жизни. И кому-то может понадобиться кровь. Сам я, честно говоря, ни разу не сдавал. Фондом Ройзмана мы собирались сдавать на прошлой неделе, и у нас ходили сдавать. Но я сел в поезд, и поэтому я опять получился мимо касты. Ну, у тебя еще будет возможность ускорить кровь, потому что кровь все равно требуется каждый год. Тем более, если занимаетесь таким благим делом, как хосписные, больные, и вообще с медициной связанные, я думаю, что еще когда-нибудь требует такая возможность. Но опять, видите, все говорят, что у меня не совсем все в порядке с головой, если я кому-то сдам кровь, там тоже очень, который уже стоит. Ты же будешь не серое вещество правильно сдавать, а красное. Поэтому, кто знает, может, все еще поместится. Саш, спасибо большое за такую непринудленную беседу. Все обсудили, узнали, как у тебя дела. Поздравляем тебя с выходом новой книги твоей. Думаем, что она будет пользоваться популярностью. У нас в гостях был Александр Шумилов, экс-руководитель ангарского фонда «Город без наркотиков», а ныне помощник главы города Екатеринбурга. Саш, спасибо большое. Спасибо. Говорим сегодня о донорстве, поскольку 20 апреля 2007 года каждый год в России отмечается Национальный день донора. Кстати говоря, донором может стать каждый человек старше 18 лет. Я сказала, каждый человек, но существует, конечно, противопоказание для некоторых групп людей. Например, для тех, кто перенес в недавнем прошлом какие-то заболевания, ездил даже в какую-то страну. Это тоже может быть основанием для постоянного или временного отвода от донорства. Кукукафрика, к примеру, где очень много заболеваний. Есть ряд стран третьего мира, где существуют такие эпидемии, поэтому это может стать отводом от донора. Друзья, кроме того, следует знать, что донор должен весить не менее 50 кг. Температура тела, измеряемая перед кровоотдачей, должна не превышать 37 градусов. А вот еще один очень интересный факт. Допустимое систолическое давление должно составлять от 90 до 160 мм ртутного столба. А вот что касается диастолического давления, то оно должно составлять от 60 до 100 мм ртутного столба. Допустимая частота пульса в период кровоотдачи должна составлять от 50 до 100 ударов в минуту. Осмотр врача, осмотр врачом и беседа с этим же самым врачом – это обязательная процедура перед сдачей крови и перед тем, как вы изъявили желание вообще стать донором. Врачу нужно честно отвечать на все вопросы, анкеты, жаловаться на недомогание, если они есть. Потому что если вы будете честным с самим собой и честным с врачом, то донорство и для вас, и для человека, который нуждается в вашей крови, будет безопасным. Будет безопасным и безболезненным, друзья. Не приходите сдавать кровь, если вы чувствуете какое-то недомогание, озноб, не знаю, вы чувствуете головокружение, головную боль, слабость. Не следует сдавать кровь также после ночного держурства или после того, как вы целую ночь не поспали, не выспались и так далее. Поберегите себя. Да, что касается еды. Перед сдачей крови нежелательно кушать жареную пищу, жирную пищу, копченую пищу, также яйца и молоко. Дело в том, что употребление жиров и большого количества животных, белков, мешает разделению крови на компоненты. Из-за микрочастиц жира сыворотка крови приобретает характерный мутный вид. Это явление называется хелиоз, кстати говоря. Также, друзья, накануне кровоотдачи не рекомендуется есть бананы и орехи. И натощак тоже, кстати говоря, сдавать кровь тоже не рекомендуется. Обязательно выспитесь и съешьте, я не знаю, легкий завтрак. Это сладкий чай, сухое печенье, каша овсяная или просто на воде, там, на молоке и так далее. За 48 часов, друзья, до визита, до станции переливания крови категорически нельзя употреблять алкоголь. А вот за 72 часа тоже не рекомендуется принимать лекарства, содержащие аспирин, либо какие-то анальгетики. Эти вещества ухудшают свертывание крови. Не курите за час, тоже это нужно соблюдать. Ваня, ты хоть раз сдавал кровь вообще? Я ни разу не сдавал. Ну, в медицинских целях сдавал, конечно. А вот чтобы стать донором, то нет. Я вот тоже, ну мне вот по показаниям нельзя, но вот я так читаю, и мне хочется тоже помочь. После сдачи крови 10-15 минут нужно посидеть спокойно. В течение 3-4 часов желательно снимать повязку, чтобы уберечь себя от синяка. Если синяк появится на ночь, делайте повязку с гепариновой мазью или троксивозином. Не курите 2 часа после донации, Ваня уже об этом сказал. Избегайте в этот день тяжелых физических и спортивных нагрузок, подъема тяжести, в том числе и сумок с покупками. А то побежите шоколадки с сумками покупать. Полноценно и регулярно питайтесь в течение двух суток после донации и выпивайте не менее двух литров жидкости в день. Но это и после донорства, и до донорства. Все время нужно много жидкости выпивать для хорошего самочувствия. Такие жидкости можно пить как соки, воду, некрепкий чай, алкоголь, как Ваня уже сказал, нельзя. Донор – это почетно. Одноименная акция действует в нашем городе. Добровольная сдача крови в Ангарске набирает популярность. И Ангарская станция переливания крови превышает нормативы. А для того, чтобы планку не снижать, действует программа лояльности. Действительно, осенью прошлого года Ангарская станция переливания крови стала филиалом областного учреждения. Теперь обмен жизненно важным веществом стал максимально простым и удобным. Так, в 2017 году кровь или плазму сдали более 2000 ангарчан. Также увеличилось число почетных доноров в Ангарске. Да, в прошлом году прибавилось 150 человек и еще 20 получили звание почетный донор. Эти люди встают на учет в соцзащиту, чтобы получать выплату. С нового года на станциях переливания донорам выдают и после сдачи крови персональный код. С его помощью в личном кабинете можно посмотреть результаты своих анализов, а также воспользоваться скидками и бонусами, которые могут предложить другие организации, партнерские организации в этом направлении. В общем, всем удачи, всем пока! Хороших вам выходных, а в понедельник встречайте наших коллег Романа Туманова и Владимира Быстрых.